Всем привет! Вы на канале Тренд Иван. Не успели стартовать продажи iPhone 6s и 6s Plus, как в сети появилась информация о седьмом айфоне. Как сообщается на официальном сайте американского патентного бюро, компания Apple запланировала 28 гаджетов, среди которых оказался новый тип мобильного устройства. В этом патенте описывается модель устройства с полностью огибающим его экраном. Как полагают эксперты, речь идет о седьмой модели iPhone, которая благодаря дисплею, огибающему все устройство по кругу, позволит пользователю смотреть загруженные снимки, видеозаписи и различные документы, а также управлять другими функциями. Известно, что корпус нового яблочного смартфона станет более надежным, чем у предыдущих моделей. Он будет пыленепроницаемым, влагозащищенным и ударопрочным. Apple годами оснащала свои смартфоны физической кнопкой домой. Несмотря на требования пользователей сделать экран большего размера, но компания все же может отказаться от этой кнопки, так как она занимает много места, из-за чего невозможно увеличить экран. Так вот, компания начала заказывать у своих поставщиков комплектующие для iPhone 7. Первым стал процессор A10, который будет выполнять роль сердца смартфона. Компания TSMC получила контракт на изготовление чипсетов A10. Согласно контракту, массовое производство новых процессоров начнется в марте 2016 года. По слухам, A10 будет иметь 6 ядер и технологию мультисрейдинг. Шестиядерный процессор для iPhone 7 звучит как-то круто, но вряд ли Apple сделает такой резкий скачок от двух ядер до шести, минуя четыре. Ну а если Apple и ведет разработки в области шестиядерных процессоров, то выйдут они не раньше 2017 года. Идем дальше, как вам такая новость? Apple откажется от обычного входа для наушников. Американский производитель известен тем, что каждое несколько лет меняет коннекторы на своих устройствах, вызывая среди фанатов ярость, так как они вынуждены приобрести новые аксессуары. Кажется, что Apple объявила войну 3,5 мм разъемам, которые на данный момент используются на большинстве наушников. Они запатентировали особый D-образный разъем для наушников, толщина которого позволит разработчикам сделать следующий iPhone и iPad еще тоньше. E-SIM Новый iPhone 7 обойдется без сим-карты. Как пишет агентство Financial Times, уже в 2016 году Apple, а также другие производители мобильных телефонов откажутся от внешних сим-карт в пользу встроенных универсальных цифровых аналогов E-SIM. В цифровых сим-картах можно будет на лету переключать сотовых операторов для удобной пользователю тарификации, а также для хорошего качества связи. Многие эксперты предполагают, что технология E-SIM будет внедрена в новое поколение смартфонов. Но вот гибкого экрана, думаю, ждать не стоит. Слишком малый опыт работы компании с этой фичей. Скорее всего, экран iPhone будет сапфировый, ведь ранее планировалось установить на его на iPhone 6, но по ряду причин этого не случилось. Также утверждается, что Apple откажется от использования алюминия в качестве материала корпуса. Правда, чем именно она его заменит, не сообщается, хотя и присутствуют намеки на тот самый жидкий металл, разговоры о котором ведутся уже несколько лет. Ну как вам, понравилось? Надеюсь, что-то из этого будет воплощено в реальность. Так что будьте с нами, будьте в тренде! А с вами был Иван. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал и смотрите следующее видео.